С 1 июня по маршруту номер 108 от губернского рынка до южного города организует автобусное сообщение, пишет администрация Самара в телеграм-канале Вести с Дворянской. Ранее по данному маршруту выполнялись рейсы электробусов, но теперь будут курсировать 4 автобуса. Льготы на маршруте не предусмотрены, стоимость проезда за наличный расчет, а также по банковской карте. Руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова рассказала в своем телеграм-канале, что в День защиты детей для любителей музыки и творчества Пушкина на площади славы покажут Евгения Онегина в авторской версии Юрия Башмета. Фрагменты романа прочитают Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Арии из оперы Чайковского исполнят молодые певцы ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Концерт пройдет с 9 до 11 вечера. Администрация железнодорожного района Самары информирует жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей и дома. На территории города до 31 октября действует особый противопожарный режим. При наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспорта и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня. Администрация Красноглинского района Самары напоминает, что 31 мая свой профессиональный праздник отмечают адвокаты. День российской адвокатуры президент установил в 2002 году. Сотрудники района и администрации желают адвокатам, чтобы в любом деле удавалось проявлять уверенность и настойчивость, а каждый день приносил бесспорную победу и успех, чтобы жизнь была полна больших возможностей и перспективных идей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова